Александр, расскажите, пожалуйста, в чем суть дела? Я, Соловьев Александров, познакомился с гражданином Польши Грушинским Шемысловым в 2007 году на одной из интернет-бирж по транспортным перевозкам. На то время я занимался экспедированием грузов, логистикой и знал польский язык. Мы познакомились и начали сотрудничать в плане экспедиции, и потом немножко начали заниматься перевозкой биотоплива в Польшу. Впоследствии заказы на востребованный продукт возросли, и была необходимость создать предприятие, которое у себя на базе в Харькове консолидировало, таможело товар и отправляло полностью для одного контрагента, Монфорб Шемыслов-Шинский. К примеру, на 2009 год, за четвертый квартал оборот составил полмиллиона гривен, а уже в четвертом квартале 2010 года оборот составил 1,8 млн гривен. То есть спрос увеличивался с каждым годом, с каждым месяцем на данный товар. Собственно, я в этом же периоде открыл производство по переработке семян подсолнечника на брикет и отправлял то же самое контрагенту Монфорб Шемыслов-Шинский в Польшу. Однако к концу 2010 года я заметил, что товара уходило больше, собственно денег поступало от контрагента меньше. Неоднократно я разговаривал с Польшу Славов-Шинским, задавал вопросы, почему так происходит, на что был получен ответ, ну мы еще наверстаем, мы будем работать, то есть еще свое ты получишь. На 14 февраля 2011 года его дебюторская заложенность составляла 62 тысячи евро. Об этом свидетельствует налоговая проверка, которая была проведена на моем предприятии 5 октября 2011 года. Все это подтверждено документально. И одновременно с этим мне, как и директору предприятия, приходили уведомления с приватбанка, потому что если находятся ценности за границей, то, соответственно, банк это все прослеживает. И замечания по этому поводу приходят требования погасить задолженность. Я прекратил работу с фирмой Монфор Пшемыслов-Шинский и посыпались с его стороны угрозы. Хочешь, мол, разборки с прокуратурой, мы тебя посадим, мы тебя, неизвестно, что они могут с ним сделать. Это в каком году было? Это было в 2011 году. Где-то, наверное, с мая, да, началось где-то с мая месяца угрозы и все такое. Я на то время не понимал, при чем здесь угрозы идут от прокуратуры, потому что гражданин Польши, прокуратура в Украине. Я не понимаю, какая здесь связь, какая цепочка. Я в дальнейшем узнал, что данный гражданин Пшемыслов-Шинский проживает совместно с неким работником прокуратуры. Правильно это называется. Старший прокурор отдела участия прокуроров в рассмотрении дел апелляционным судом Харьковской области, Советник юстиции Елена Игоревна Шимаева. Данный факт подтверждает то, что созданное им предприятие в Польше Комбуд, общество с ограниченной ответственностью. Данная гражданка Шимаева Елена Игоревна тоже вносит в устав предприятия сумму 100 тысяч злотых. И таким образом она сейчас находится как соучредитель, совладелец данного предприятия в Польше. А угрозы, простите, были с чьей стороны? Угрозы были со стороны Вышинского. Кроме того, у меня происходили негласные опуски на квартирах. Кроме того, работники прокуратуры, работники налоговой милиции в то время мне названивали, следили за мной. Как мне сказал один из работников Чернозаводской прокуратуры, что за мной наблюдалась слежка на протяжении полгода. Впоследствии, господину Вышинскому выгодно получить обвинительный приговор в отношении меня, так как в Польше он должен очень много денег своим контрагентам. Соответственно, если здесь будет обвинительный приговор в мою сторону, то тогда он может просто показать, что он ни в чем не виновен. Вот. Ну, собственно, было возбуждено следствие, и нетрудно догадаться, чем закончилось досудебное следствие, учитывая статус гражданки Шимави Леонид Игоревны, которая, по моим сведениям, по моей информации, курировала досудебное следствие и также курировала следствие судебное. Тут хотел заметить, что одновременно с этим прокурор Чернозаводской провинции пытается меня обвинить в том, что я якобы обманул несчастного потерпевшего. При этом прокурор выполняет роль не только обвинения, но и посвятительства переводчика, потому что все опирается на якобы какие-то польские приходные расходные ордера, написанные на польском языке, и прокурор в суде представляет, что вот некий гражданин Соловьев обманул гражданина Польши на польских документах. Мы с адвокатом, с Андреем Владимировичем, не раз обращались к следователю, чтобы эти документы отправить в Польшу на экспертизу, действительно ли это такие документы, действительно ли это ордера, а не какие-то, я не знаю, документы непонятного происхождения. Ну, к сожалению, не получили ответа. То есть суд оперирует исключительно этими документами? Да, суд оперирует исключительно этими документами, да. Ну, я в свете этих событий закрыл свой бизнес в Украине, уехал в Польшу, получил вид на жительство и работал там, потому что здесь невозможно мне было находиться, работать, постоянно был пресс, в основной слежке, постоянно тяжело было находиться, и мне, и моим родным. Однако, я приехал в Украину 30 марта, по служебным делам, 30 марта 2014 года, и был задержан на границе, и доставлен в Харьков, в Харьковское СИЗО. Как, на каком основании это было, я до сих пор не могу понять. Соответственно, потом было досудебное следствие возобновлено, при этом присутствовал мой адвокат Шинкарчук Андрей Владимирович, и сейчас он может будет детально рассказать по этому поводу. Ну, Саша немножко волнуется, я так понимаю, наговорил всего по многу. Меня попросили этим делом заняться его товарищи, вот. Я согласился, потому что дело довольно интересное, и меняли ему сначала статью 190-ю, это мошенничество. Вот. Я вступаю в дело. Мы заключили с Сашей соглашение, по которому меня можно допустить к материалам, к исследованию, и его выпускают в зал заседания суда, я вношу залог, и мы начинаем работать. То есть мне, ну, когда Саша немножко расскажет, я не всегда, знаете, как доктор Хаус. Вот. Нельзя верить человеку, пока ты не посмотришь документы. Тем более адвокат должен, обязан работать с документами, а не со словами. Естественно, мне нужно было знакомиться с материалами дела, и я подал характеристику следователю, чтобы раскрыл материалы. А вот. Но тут оказалось не так все просто. Мне было отказано, хотя Уголовно-профессиональный кодекс предусматривает раскрытие материалов, если они не противоречат следствию. Вернее так, не препятствуют досудебному расследованию. В результате мне пришлось обратиться в суд, и суд обязал следователя раскрыть материалы дела. Нам раскрыли дело, но раскрыли не с первого тома, а сразу с десятого. Когда я начал исследовать, то мне, это ворох, ну, так сказать, не ворох, большое количество материала. Это именно товаро-транспортные накладные, там, и так далее. То есть, если не зная начала, да, то есть меня впустили в середину. Ну, что я могу понять из того материала, который тебе дается, там, ну, есть, там, накладные, товаро-транспортные накладные, называется, ЦМР-ки. Вот. Ну, мы начали фотографировать, начали знакомиться. И когда уже на стадии завершения, когда нам открыли уже последний том, у меня было масса вопросов. До этого я большое количество дел провел с участием налоговых споров. Да, если я имею определенный опыт, есть такое понятие у предпринимателей, у предприятий, которые сталкиваются, транзитные акты, налоговые ямы, что такое предприниматель меня поймет, кто работает с НДС, как они возникают, эти акты, для того, чтобы возникать, нужно провести проверку. Для этого необходимо провести проверку, чтобы установить истину, есть задолженности или нету, хотя бы задолженности между двумя юридическими лицами, а тем более, если одно юридическое лицо находится в Украине, другое находится в Польше, то хотя бы на минуточку нужно провести сверку. Когда мы берем данные одного предприятия бухгалтерского, потом данные одного предприятия бухгалтерского, мы сверяем их и выходим на какое-то сайдное, то есть это разница. Оказывается, действительно разница существует, и польская фирма по документам, причем провела налоговая инспекция, что оно, польское предприятие, которое принадлежит, как сказал Саша, господин Лошинскому, оно должно около 60 тысяч евро. Но возникает один нюанс. Это провела только украинская сторона, да, но то, что говорит польская сторона и какая бухгалтерия в Польше, мы не знаем до сих пор. Поэтому в связи с тем, что я не понимаю, какая бухгалтерия там, поскольку Александр обвиняет в том, что он мошенническим путем завладел средствами другого предприятия, то для этого хотя бы нужно было понимать, а были ли средства там на предприятии, а как они оттуда выгнали. А может это не средства предприятия. Для этого нужно провести проверку. Я подал халатайство следствию, следователю, чтобы в рамках международного сотрудничества, как предусматривает Волон-процессоциальный кодекс, провести проверку на предприятии, на польском предприятии, попросить бухгалтера, произвести ряд других мероприятий, которые хотят установить истину в этом деле. В результате? В результате мне было отказано. Отказано потому, что, оказывается, с этим халатайством я затягиваю досудебное расследование. Ну, тогда я уже, мне было сомнений о том, что следствие ведется однобоком. Ну, если мы хотим установить объективную истину, виновен он или невиновен, то хотя бы нужно вскрыть все материалы. Но почему-то следствие велось на основании тех документов, которые предоставил сам потерпевший, в данном случае Рожданин Польши. И на основании тех документов, которым предоставил, проводятся экспертизы, на основании тех документов, то есть доверие к документам почему-то именно к тем, которые предоставил потерпевший. Возникает очень много вопросов, ну, до сих пор еще экспертизы так и не было проведено. И вот этот весь материал на основании всего лишь показаний потерпевшего и предоставил там ряд выписок банка о том, что якобы проходили следствия, да, следствия проходили, но только раскрывая немножко, может быть, немножко уделюсь в детали, что такое внешнеэкономический контракт, чтобы вы понимали, это там невозможно наличными рассчитываться. Кто занимался внешнеэкономическим контрактом, понимает, что идет контроль со стороны банка, банк должен сообщить в налоговую, должны провестись проверки, если вдруг идет нарушение. Такого понятия, как расчет наличными в внешнеэкономической деятельности не существует, нету его. А тут идет речь о том, что расчетовались... расследование этого не было сделано, то есть то, что это были... Ну, мы польского не знаем, Саша польский знает, да, ну, вот я, допустим, не знаю, а следователь тоже не знает. Нарушение отдельное. Вот. Понимаете, когда вы берете документы на польском языке, вы там для себя как бы понимаете немножко суть, но все ли вы до конца понимаете, для этого должен делать специалист. Если мы говорим там зубной врач, он должен заниматься зубами, а не строительством, да, то есть следователь должен был эти все документы, если он некомпетентный, ну, нет образования передать, там, переводчику. Переводчику были переданы документы, но только переданы две или три бумажки. А их там 54 на минуточку, их надо было перевести. На основании вот дальше бухгалтера, что было для меня, я до сих пор улыбаюсь и понимаю, что ситуация для него не очень приятная, потому что ему грозит довольно большой срок. А у него? До сколько? От 7 до 12 лет. От 7 до 12 лет. Решение. Да. Поэтому, но... Я как там юрист, адвокат, который немножко знаком с документами, с бухгалтерским учетом и так далее, но мне было смешно читать заключение бухгалтера, обычного бухгалтера, который дает свое заключение на основании документов, которые не переведены на украинский язык, ну, или хотя бы на русский язык, да, чтобы было читаемо, понятно. Скажите, а что-то подписи, печати, все сходилось или... А вот тут интересный момент. На тех документах, которые предоставил потерпевший, имеются подписи, имеются печати, причем печати того предприятия, которым владел Александр. Но когда была проведена экспертиза, то эксперт сказал, что установить действительно ли это подписи Александра на этих документах, которые были предоставлены потерпевшим, не представляется возможным, то есть невозможно. То есть фактически есть вариант, что это не Александр подписан? Совершенно верно. То есть есть сомнения в том, что это сделано Александром. Более того, ну, как утверждает сам потерпевший, что они были заполнены уже после, после, так скажем, тех снятий денег, о которых он говорит, что здесь снимались в Украине деньги, вот, и он утверждает, что это сделано было Александром, вот, а документы оформлялись потом. Чтобы вы понимали, мы, поскольку уголовное дело ведется здесь, на территории Украины, то мы рассматриваем дело в рамках нашего национального законодательства. Наше национальное законодательство гласит о том, что выдача наличных средств может идти только через кассу предприятия и в тот день, в котором он выдается. То есть, если вы... То есть это легко простить? Да, конечно. И вы берете обычную кассовую книгу на любом предприятии, и там есть кассовые ордеры, они подшиваются. То есть, им можно определить, какой день выдавались деньги с кассы. Чтобы деньги день в день не выдавались с кассы, тогда выдаются там доверенному лицу, который едет и вручает их другому человеку. А эти документы можно проверить на сегодняшний момент? С польской стороны? Да, с польской стороны. Вот, вы знаете, я думаю, что уже нет. Почему нет? Я думаю, не будем пока говорить или будем говорить. Почему нельзя проверить это предприятие? Да, я думаю, что не стоит пока говорить об этом. Мы, да, мы... Адвокатская тайна? Да, не то чтобы адвокатская тайна, просто... У нас есть определенная тактика защиты. Определенная тактика защиты, да. То есть, потерпевший не знает о том, он, как это, не догадывается или не знает о том, что знаем мы. Знаете, как в одном сериале, я говорю, я знаю то, что знаешь ты. Я знаю то, что ты знаешь, что знаю я. Вот, поэтому у нас есть определенная информация и она будет предоставлена суду, вот. И, ну, она внесет очень существенные коррективы в, ну, суд удостоверится в том, что потерпевший, ну, не совсем, может быть, правду говорит. Скажите, а на сегодняшний день это уже сколько судебное заседание длится? Вот, ну, да, судебное заседание, да, вот, против, против Саши, в отношении Саши дело возбуждалось еще по старому уголовно-профессиональному кодексу. А вот в 12-м году против него возбудили. Вот. Проходили обыски, вот. Их было, их, по-моему, было... Пять. Пять обысков, вот. Ну, в результате обыска, вам скажу, ну... Они проводились где? Проводились дома, непосредственно дома, на тех складах, где якобы могли храниться бухгалтерские документы предприятия, которым владел Саша, директором которого и владел Саша. Что-то изъималось? Да, изъяли все бухгалтерские документы, но они всего лишь только подтвердили наличие задолженности польского предприятия перед украинским предприятием. И вот что самое интересное, что сторона обвинения строится на том, что Саша якобы получил деньги для внешнеэкономического контракта, вот, а на самом деле он якобы их себе присвоил. Но много, знаете, много вопросов в этом деле. Когда вы снимаете деньги с карточки, да, вот, ну, вы хотя бы там, вас фиксирует видеокамера на банкомате, да. Когда вы заходите в отделение банка, вас фиксирует видеокамера банка. Ни одного, ни одного видеозаписи, ни одной видеофиксации, о том, что Саша снимает деньги с банкомата или с банка, нет. Более того, есть, имеется справка, вернее, следователь запрашивал, о том, ли пересекал ли Саша границу в период времени, когда снимались деньги и так далее. Так вот, Саша до 2012 года границу не пересекал, он не был в Польше. То есть, грубо говоря, если деньги снимаются из кассы, то он должен был ехать туда, в Польшу, там снимать деньги с кассы. Но если ему передают здесь, то говорят, что он брал деньги там с кассы, это всего лишь голословно. А в сегодняшний день сколько уже томов в делах? Ну, их и остается пока 21 том, плюс две видеозаписи. Плюс в суде два тома. Ну, и понятное дело, что в суде, это рассмотрение в суде. После того, как дело выпадает в суд, выручают нам обвинительный акт, и мы с ними знакомимся. То есть, было самое интересное, то, что когда я получил обвинительный акт, и пришел в суд, и указал на существенные недоработки в обвинительном акте, в данном случае реквизитов не хватало, и так далее, то когда мы сверили с тем обвинительным актом, который был передан в суду, и которому они немножко разнились. То есть, один готовился мне, я так понимаю, один готовился в суду, там насилия какие-то... Ну, там, нет, они по существу, то есть, не изменились, что там накинули еще больше статей, и так нет. Имеется в виду то, что требует уголовно-процессуальный кодекс, когда сторона обвинения должна подготовить акт. Есть определенные реквизиты, которые должны быть в обвинительном акте. Их не было. А сколько сейчас обвинительных актов? На сегодняшний день их... Саша, покажите, сколько обвинительных актов? Раз, два, сейчас три обвинительных акта. Вот, три обвинительных акта. Вот, когда вернули дело, опять же, на прокурору, чтобы он доработал обвинительный акт, его доработали, и мы начали слушать дело. Но тут опять началось самое интересное. Один из судей, как оказалось, не может участвовать в деле. Его прокурор заявил отвод этому судье. Да, действительно, этот судья участвовал в же деле, он давал санкцию на обыск. Заменили судью. Мы начали опять слушать дело. Опять один из судей заявляет самоотвод, потому что, оказывается, он тоже давал санкцию на обыск. Третий раз мы начали с оседанием. И третий раз назначенный судья, у нас с автоматизированной системой назначения. Заявляет самоотвод, потому что он, опять же, не может участвовать в связи с тем, что он давал санкцию на обыск. То есть, четыре... Дело ведь не... Нет, дело здесь уже чисто... Понимаете, в... Настолько было желание, так понимаю, стороны обвинения, так сказать, собрать хоть какой-то материал, что они проводили обыски везде и всюду. Все можно, понимаете? И когда... Использовали всех судей. Всех судей, которые можно... Ну, не всех, но половину состава суда они использовали, вернее, поучаствовали в этом деле. Потому что, когда предприятие ведет хозяйственную деятельность, не нужно проводить 10-15 обысков. Достаточно поставить прослушку, установить наблюдение и так далее, выяснить, где находятся документы, потом, чтобы их прийти и взять. Вот. Это в рамках следствия достаточно, там, спецсредств и так далее, чтобы ими воспользоваться. Но, я так понимаю, команд... Ну, это... Это исключительная, да, моя мысль, я могу ее высказать, что... Я так понимаю, что настолько было мало материала, что нужно было хватать все и везде. Поэтому давали санкции, 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 но обыск, может, где-то, да что-то попадется. Кстати, из тех обысков они оказались... Ну, ничего... Да, все, ничего там такого не нашли, о чем бы Саше, там, Сашу можно было привлечь к ответственности. Да, и в рамках, там, все документы, которые в хозяйственной деятельности используются, никаких незаконных операций и так далее, не было вредено. Вот. Обвинительный акт опять... Мы, наконец, начинаем слушаться дела. Со стороны потерпевшего, участвуют два адвоката. И я понимаю, что в этой части мне будет тяжело работать одному, потому что объем материала большой, следствие ввелось однобоко. Поэтому мы с Сашей приняли решение, что нужна еще одна помощь. И мы обратились к Александру Лещенко, мой коллега, чтобы он помог нам немножко разобраться. Ну, Саша... Передаем Саше словом. Когда вы пристали ездить? В январе 2014 года. По-моему, 15 января 2014 года. Ну, уже на той стадии, когда дело уже слушалось в суде. А, нет, извините, 8 января 2014 года. Вот, на той стадии, когда уже дело слушалось в суде. Я, честно, только знакомился с материалами дела, наверное, месяца три. То есть я обрабатывал эту информацию, пытался понять, в чем же все-таки на самом деле обвиняют Александра. Потому что, на самом деле, информация очень разношерстная, даже разноплановая. И сверить, насколько этой информации достаточно для того, чтобы обвинять человека в совершении преступления, за которое предусмотрено лишение свободы до 12 лет, нужно достаточно большое количество времени. Ну, и уже после того, как были исследованы мной документы, параллельно начинали проводиться судебные заседания, потихонечку начинали допрашиваться свидетеля. И к этому времени я пришел к практически 100% убеждению, что человек невиновен. Вернее, я пришел к убеждению, что человек невиновен. Просто я был уверен, что и для суда это будет понятно, исходя из материалов дела. Это было где-то конец мая, начало июля 2014 года. К этому времени мы допросили четырех из пяти свидетелей. И остался пятый свидетель, господин Алексей Константинович, если не ошибаюсь. Алексей Иванович Дитковский. Ага. Значит, Алексей Иванович Дитковский, вот как правильно заметил Александр, он является свидетелем, которого вообще изначально заявляли мы. Просили допросить. Сторона обвинения не просила его допрашивать. Ну, мы в процессе... Кем он является? Он раньше работал директором на предприятии Монфорт-Украина, которое принадлежало Александру. Мы пришли изначально к ней, чтобы было бы желательно его допросить, но в процессе, опять же таки, я повторюсь, изучения материалов мы поняли, что и существующих материалов достаточно, чтобы доказать невиновность Александра. И поэтому мы отказались прямо в суде, сказали, что нам неинтересно его допрашивать, мы считаем, что всех материалов более чем достаточно для того, чтобы человека оправдать. Тут вскочил прокурор и сказал, что он считает, что этот свидетель ключевой. На вопрос суда, что же такое этот свидетель может пояснить суду, прокурор аргументированно сказал, мы считаем, что этот свидетель ключевой. Ну и после этого судом было удовлетворено просьба прокурора и вызван этот свидетель. И вот тут начались, по моему мнению, довольно-таки серьезные процессуальные нарушения прав Александра. Эти все моменты мы отображали в жалобах и в прокуратуру Червонозаводского района, и в жалобах в адрес областной прокуратуры, и даже в адрес генеральной прокуратуры. Но на сегодняшний день единственная организация, которая нам помогла, это уполномоченный Верховной Радой по правам человека, которая единственная организация, которая отреагировала полно и запросила всю информацию о состоянии дела. В обращении к уполномоченному мы указывали, что Червонозаводским районным судом постановлялось 8 похвал о приводе свидетеля Литковского, Алексея Ивановича. Поскольку человек, по данным стороны обвинения, то есть прокуратуры, не проживает по своему адресу. Так вот, я прошу обратить внимание на то, что из 8 ухвал суда, то есть, а эта ухвала суда, она имеет силу закона, и невыполнение этой ухвалы влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 382 Уголовного кодекса Украины. Так вот, из 8 этих ухвал выполнялось 4. В Уголовном процессуальном кодексе есть норма, которая говорит о том, что если сторона обвинения не может каким-то образом выполнить вот эту ухвалу о приводе свидетеля, она обязана дать суду свои пояснения по этому поводу, почему не получилось выполнить эту ухвалу. Так вот, на сегодняшний день в материалах дела является пояснение о причине невыполнения ухвал суда только по 4 этим ухвалам. По 4 ухвалам от 18.08.2014 года, 18.09.2014 года, 20.10.2014 года и 10.11.2014 года, я просто на память на язык, к сожалению, не помню, поэтому воспользуюсь записи, нет ни единого документа, который объясняет, почему свидетель не приводится. Мы каким-то образом пытались указать это суду, обращались с письмом, однако никакой реакции ни с одной организацией не поступило по поводу того, что неоднократно вот эти решения суда не выполнялись и виновные лица не привлечены к ответственности за невыполнение решений суда. То есть я правильно поняла, в течение года не могут привлечь одного свидетеля? Совершенно верно. Первая ухвала о приводе этого свидетеля была 11.06.2014 года. Последняя 10.11.2014 года. Ближайшее судебное заседание у вас когда? Ближайшее у нас судебное заседание назначено на 16 часов 22 мая 2015 года. На нем должны заслушать как раз этого свидетеля, да? Ну, мы надеемся. Мы надеемся, что все-таки... То суд переносится именно по этой причине? Или указывается иной? Не только. В определенный момент начались следующие нарушения. Изначально, как указывал Александр, его обвинили в том, что он совершил 12 преступлений. Это какие? Это создание фиктивного предприятия. Якобы он создал целых три фиктивных предприятия. Одно юридическое лицо. Александр, название... Я просто дословно не помню все. Митранс. Митранс. Юридическое лицо под названием Митранс. И два предприятия, физические лица предпринимателей субъекта предпринимательской деятельности. Вот. Два. Дальше его обвинили в том, что он совершил мошенничество. Это ответственность предусмотрена статьей 190 Уголовного кодекса Украины. Совершил завладение имуществом, используя свое служебное положение, в ответственность за что предусмотрено статьей 191 Уголовного кодекса Украины. И совершил семь эпизодов по легализации средств, полученных преступным путем. Я, честно, когда увидел обвинительный акт с таким количеством преступлений, я даже испугался. Я подумал, ну ничего себе преступник, товарищ Александр. Скажите, пожалуйста, в обвинительных актах эти 12 так и фигурируют обвинительных? Нет. Спасибо за вопрос. На самом деле, на протяжении года, с 28.08.2013 года, когда был подписан первый обвинительный акт, прокурор поддерживал, настаивал на том, что Александр совершил именно эти 12 преступлений. Но в дальнейшем, 16 декабря 2014 года, прокуратура уточнила обвинительный акт, ей Уголовно-процессуальным кодексом разрешается совершать такое действие. Если прокурор в процессе судебного рассмотрения дела придет к убеждению, что обвинение нужно изменить, он просит суд отложить заседание и идет и изменяет обвинительный акт. И вот, когда мы выручили новый обвинительный акт, мы его открыли и увидели, что, оказывается, по мнению прокуратуры, Александр совершил всего лишь два преступления. Было 12, сейчас 2. Да, совершенно верно. На сегодняшний день его обвиняют в том, что он совершил создание эффективного предприятия юридического лица Митранс и совершил преступление, предусмотренное статьей 190 Уголовного кодекса Украины. Именно мошенничество. Остановиться более детально на том, от чего отказалась прокуратура и почему. Почему, скажем так? Давайте. Там есть одно явное нарушение, на которое мы пытались указывать на протяжении всего судебного процесса. Статья 205 Уголовного кодекса Украины звучит следующим образом. Даже не звучит следующим образом. Она предусматривает ответственность за создание эффективного предприятия, то есть юридического лица, созданного с целью прикрытия незаконной деятельности. Я еще раз повторюсь, с акцентируем внимание, юридического лица. У нас по законодательству, и это знает любой начинающий юрист, ну даже не начинающий юрист, позволю себе сказать, человек, который прошел в 10 классе курс правознавства, знает о том, что юридическое лицо и физическое лицо предпринимателя это разные вещи. Так вот, тем не менее, прокурор прокуратуры Червонозаводского района подписался под обвинительным актом, в котором обвинял, что Александр создал два фиктивных предприятия физических лица предпринимателей. что в принципе невозможно. Я думаю, что это понятно, теперь уже стало и вам. Но тем не менее, целый год прокуратура поддерживала мнение в такой редакции. Когда подавался уточненный обвинительный акт, в нем, конечно, прокуратура описала, что не нашло своего объективного подтверждения совершения преступления по созданию двух физических лиц предпринимателей фиктивных, поскольку указанная статья предусматривает создание лишь юридического лица, а не физического лица предпринимателя. То есть возникает вопрос, а почему же целый год обвинения поддерживалось в таком ключе? Как Вы думаете, почему затягивается расследование этого дела? Я соглашусь со своим коллегой. Дело в том, что у стороны обвинения нормальных доказательств нет. Все доказательства строятся на документах, которые созданы на иностранном языке, на польском языке. Я позволю себе процитировать мнение эксперта, который проводил экономическую экспертизу. Экспертизу чего? Экспертизу финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Предприятия Александра и предприятия Монфорда Пшенослава-Вашинский, которые были в Польше. На вопрос эксперту ставился вопрос, подтверждается ли задолженность предприятия Александра перед предприятием в Польше. То есть уже вопрос наводящий сам по себе. Ну да ладно, если следователь считал, что так его нужно поставить, он так его и поставил. И следователь направил эксперту ряд документов для исследования. Так вот, что пишет эксперт. На исследование предоставлена информация по счету Монфорт-Шемослава-Вашинский. Дальше следует номер счета. На иностранном языке. В установочной части уточненного постановления о назначении судебно-экономической экспертизы следователем райдела установлено, что денежные средства перечислены предприятием Монфорт-Шемослава-Вашинский с расчетного счета в адрес ООО Монфорт-Украина, который принадлежит Александру, как оплата за торгово-материальные ценности по внешнеэкономическим контрактам. Таким образом, исследование проводится, исходя из того, что денежные средства, перечисленные предприятием Монфорт-Шемослава-Вашинский, Республика Польша с расчетного счета в адрес Монфорт-Украина, который принадлежит Александру, как оплата за торгово-материальные ценности по внешнеэкономическим контрактам. То есть, эксперт делает вывод, исходя из предположений следователя. Это понятно. И, отвечая на следующий вопрос, следователь, я прошу общения, эксперт повторяется, что он, отвечая на вопрос следователя, исходит из предположения, что в этих документах на иностранном языке информация о перечислении денежных средств с одного предприятия на другое. Поскольку эксперт поступил совершенно верно, он не может не выполнить постановление следователя, но в то же время у него нет возможности какой-то эти данные сверить, поскольку документы на иностранном языке, ему для этого нужен переводчик или хотя бы нормальный перевод. Вот эксперт и дал такое заключение. Скажите, пожалуйста, вы обращали внимание сюда на то, что в прокуратуре работает заинтересованное лицо? Нет, внимания сюда мы не обращали, поскольку, опять же таки, это предположение Александра. И, во-первых, во-вторых, даже если бы это оказалось так, то сейчас поддержанием государственного обвинения занимается прокуратура Червонозаводского района города Харькова. Поэтому каким-то образом убедить суд в том, что работник одной организации осуществляет влияние на другую организацию с целью давления на суд, будет как минимум тяжело. Поэтому мы и не пытаемся это каким-то образом афишировать, тем более, что, опять же таки, это все строится на предположениях. У нас три обвинительных акта, да? Чем последний отличается от остальных? Последний обвинительный акт от второго обвинительного акта отличается только описанием ситуации. То есть, так как прокуратура видит совершенное якобы преступление. Ни номера статей, ни части статей не изменились, осталось только описание. Вернее, я прошу прощения, изменилось только описание. Описание изменилось, но здесь мы, опять же таки, эту ситуацию описали вот в только что написанном письме на имя уполномоченного. В период с 16-12-2014 года, когда был подписан второй обвинительный акт, и до 10-03-2015 года, когда был подписан третий обвинительный акт, в рамках судебного расследования дела не произошло ровным счетом ничего. То есть год ничего не произойдет? Нет, не год, а, сейчас я скажу, четыре месяца. Четыре месяца не произошло ровным счетом ничего. То есть прокурор, когда поддерживает государственное обвинение, он когда видит, что что-то поменялось, кардинально или не кардинально, ну, в общем, что-то поменялось. Показания, свидетель, либо дополнительные какие-то документы, которые дают основания, чтобы пересмотреть статью. Чтобы пересмотреть свою позицию обвинения. Прокурор берет тайм-аут, просит суд и говорит, дайте мне время немножечко на то, чтобы я поменял свое обвинение, или, может быть, вообще отказался, вдруг человек не виновен. Так вот, осенью 2014 года прокурор взял тайм-аут и сказал, я хочу изменить обвинительный акт. И он его изменил, убрав 10 из 12 преступлений. Но потом, в 2015 году, он принес нам третий обвинительный акт, где, кстати, не поменялись, поменялось описание ситуации, я повторяюсь. Так вот, я обращаю внимание на то, что в период с декабря 2014 года по 10 мая 2015 года у нас в судебном заседании не произошло ровным счетом ничего. То есть не были допрошены никакие новые свидетели, не было предоставлено никаких новых документов. У нас состоялось, я записи искал, раз, два, четыре, пять, шесть, семь, семь судебных заседаний. Каждое заседание длилось приблизительно 41 секунду, 3 минуты длилось в судебное заседание, 5 минут, 6 минут, 1 минута, 21 минута – это вот вручался последний обвинительный акт. То есть за это время ничего не произошло такого, чем прокурор мог бы обосновать изменения своей позиции. Поэтому, ну, как мне кажется, это как минимум непрофессионально. То есть, ну, вполне возможно... Ну, возникает, извини, перебил, возникает вопрос, так действительно Саша совершал преступление? Или это может быть видение кого-то чьего-то у заключения, а может быть кто-то специально, целенаправленно пытается навязать или, так сказать, закрыть, навязать свою точку зрения, да, следствию. Причем следствие, вероятно, обвинение прислушивается к одной точке зрения, причем игнорируя вторую. К сожалению, мы оказались на той стороне, где нашу позицию игнорируют. И мы в связи с этим мы вынуждены были обратиться, так скажем, придать огласке это дело, ибо если бы вы почитали обвинительный акт, то я Александру говорил, это было, ну, честно говоря, смешно, тогда нужно было, можно спокойно поднимать все материалы хозяйственных споров между юридическими лицами, которые лежат в архиве Харьковского... хозяйственного суда, да, хозяйственного суда Харьковской области, и возбуждать все уголовные дела в отношении тех лиц, которые не рассчитались со своими контрагентами. Пожалуйста. То есть, 191-е завладение День Межсоциалистов, и еще один маленький момент для тех, для адвокатов, юристов, которые будут смотреть этот материал, читать. Страна обвинения Александру меняет две статьи. Ну, мы с Сашей обсуждали вопрос, что такое растрата и что такое мошенничество. Вот для меня это две взаимоскучающие статьи. Либо человек украл деньги, либо человек их получил, но растратил не на те цели, на которые они предполагались. Так вот, в материалах дела нету... Противоречия. Противоречия, да, они не подтверждаются. Эти документы, которые есть в материалах дела, они не подтверждают ни одну, ни вторую... Не подтверждают эти статьи 191-190. То есть они, грубо говоря, сшиты, ну, можно так сказать, в кавычках, сшиты для того, чтобы Сашу предъявили это обвинение. Какова цель? Мы можем только догадываться. Исходя из тех материалов, зная о том, что в Польше ведется расследование в отношении того лица, который у нас, по нашему делу, является потерпевшим, то мы можем предположить, это всего лишь наше предположение, что таким образом человек пытается обелиться, так скажем, у нас в своей стране о том, что он не виноват и что эти деньги у него украли. А так называемый потерпевший находится сейчас на территории какого государства? Мы его знаем, потому что он пересекает очень часто ездить сюда, в Харьков, и бывает на заседаниях, потом снова ездит в Польшу и так далее. Поэтому он... Но он не принимал участие в заседаниях? Он принимает, практически каждый раз он принимает в заседании, за исключением что он может съездить в Польшу. А для вас граница закрыта? Ну, слава Богу, пока... Нет, граница для него открыта, он может перемещаться, единственное, что на него возложена обязанность являться в судебном заседании мы выполняем все, все то время, которое Саша находился под следствием, находится сейчас в суде, рассматривается, он ни одного не дал повода, чтобы усомниться в том, что если бы я понимаю, что Саша скрылся там или не приходил, тогда можно было бы его обвинить, то, что он сюда скрывает. Саша выполняет все требования в ЛНК, которые требуют, он являлся на все повестки, более того, в субботу, даже в субботу, в праздничные дни, в субботу, в субботу приходили к следователю, вот, но я уже не стал, мы уже, я не стал, так сказать, нагнетать обстановку по определенным нарушениям, поскольку думал, что это всего лишь, ну, не дойдет дело до суда, это всего, исходя от этих материалов дела, но, как оказалось, кто-то настроен очень решительно, чтобы Александра, так скажи, признали виновным. Вот такая наша история. Спасибо большое.